СОЛЬ СЮКРИСТИ Хеллоу всем друзьям, с вами Илья Уан И сегодня у меня на обзоре будет очередной журнал тачки Это у нас рубрика ДНЖТ, дичайшие ностальгии журналов тачки Это у нас 10 выпуск 2012 год И в подарок с этим номером выходила вот такая вот машинка Сюта Дороки Наконец-таки у меня очередной появился гонщик из Мироа Гран-при, как из журнала И в принципе это последняя упаковка, в которую выходили именно персонажи Потому что дальше уже будет упаковка поменена Но мы потом рассмотрим машинку Но давайте сначала рассмотрим сам журнал На обложке у нас изображен Мэттер Он у нас стоит на пидстопе как раз таки Молнии Маккуина Также еще мы видим кусочек Филмара Он тут случайно попал видимо в кадр И он говорит Мэттер, Молния, пора ехать Дальше у нас здесь рассказываться будут про гонки на Скар Подготовка машин И также будет какая-то новая коллекция карточек Но шуртож, ребят Поехали Что с этого Здесь у нас получается Правила игры карточек Ну а здесь у нас такое вот содержание Журнал Тачки приглашает тебя на праздник Здесь нам предлагают раскрасить Карлу И мы видим содержание в виде таких вот барабанов Дальше у нас рубрика знакомься Карла Ганьяла, бразильская гонщица Давайте мы по традиции почитаем про нее досье Что ж, имя у нас Карла Ганьяла Она из Бразилии Детали, рекордсмен гонок на автодроме Интерлагас Личные качества симпатичные и сильные Особое оснащение, обтекаемый корпус Умение, скорость и мощь Ну и также здесь рассказывается Откуда родом Карла Ганьяла Из какого города Также мы видим какой у нее номер У нее именно 8 Также мы здесь видим Как она видимо Приехала на мировой гран-при Здесь у нас рассказывается Про такой вот ее дизайн Ну и также видимо Как она познакомилась Точнее Как она попала на гонки В радиатор Спрингс Ну и здесь у нас вот такое задание Здесь нам нужно Погремушки Видимо найти На каждой погремушке По одному отличию Который отличается от оригинала Танцевальный стиль Здесь получается нам нужно Найти вот эти В общем нужно как-то повторить Вот эти Танцы Движения Получается надо видимо Как-то изгибать Чтобы получилось Какое-то слово еще Это вот второе задание Третье задание Нам нужно Посчитать Каждого вида фруктов И также их раскрасить Как и Карлу Ну и также четвертое задание Нам нужно Найти Три Три предмета Которые не имеют отношения Именно Конечно же Фруктам Дальше у нас идет Комикс Он называется Прием для хвостуна Здесь мы видим Банду вонючки И также нам рассказывает Мэтр Опять байку Походу о том как Он был Кувалдометром Великим рестлером И также он у нас Сталкивался С таким Соперником Как капитан Столкновения Авария Коллизия Называйте его Как угодно Но мы видим Что мощный Макдрын с ним Не особо справляется А вот Мэтру Видимо Этому капитану Держать его Не удалось И мы видим Что Конечно Банда вонючки Этому не верит И тут у нас Конечно Он появляется Сам в конце Дабы отомстить Вот этой все Банде За слова Что как бы За это такое Невежество Дальше у нас идут Игры вторые Игры чемпионов Здесь получается Нам нужно пройти Лабиринт От старта До финиша Также соединить По точкам Франческо Бернули И его разукрасить И также нам нужно Как раз таки Раскрасить Силуэт Франческо По точкам И угадать Кто это Из гонщиков Конечно Само собой Это Франческо Он у нас же Победил Занял первое место В Токио Благодаря Нечестию Именно Мэтру Который Подвел Сильно Макуина Дальше Дальше у нас Такой вот Реклама Здесь у нас Сериал Финнис и Ферб Видимо Раньше Такой сериал Присутствовал Я его конечно Смотрел Несколько Да Несколько серий Сериал Сериалов Подряд Несколько сезонов Ну и также Раскраска Цвета Джеффа Горвета Здесь нам нужно Как раз таки Его разукрасить И тут также Показаны цвета Которые понадобятся При его Раскраски Дальше у нас Рассказывается Про Мир тачек Мир гонок Носкар Здесь у нас Представлен Молния Макуин И он говорит А может еще раз Про вот этот Мир Носкар Потому что я знаю Что Именно в трех Журналах Рассказывалось Про такие гонки И это второй Журнал Про который Здесь это Рассказывается Значит Тут у нас Рассказывается О том Как машина Устроена Какие видимо Тут детали Описаны Под этими Номерами Также нам Рассказывается Какие флаги Тут Присутствуют В этой гонке А точнее Вот как раз Тут Есть тут Задание Нужно найти Флаг Которого нету Среди вот этих Разноцветных Получается Это тут Такое задание Ну и также У нас Рассказывается Про Международную Такую трассу Дайтона 500 Видимо Это как раз Таки Пародия На Флориду 500 Которая Будет У нас В третьей Части Тачек Ну и Также У нас Немножко Рассказывается Про Мультик Тачки Видимо Да Решили Про него Немножко Вспомнить У нас У нас Показана Такая Гоночная Машина Под Номером 11 Дальше У нас Идет Раскраска Сцены Кино Филь Холли Фин Видимо Их Нужно Тут Разукрасить И Также У нас Представлены Рисунки Читателей И Очередная Реклама И К сожалению Здесь Нету Постера Хотя Могли Бы Поставить Именно На Это Место Потому Что Обычно Здесь Всегда Бывает Плакат Дальше У нас Мир Тачек Мэтр На Луне Здесь У нас Рассказывается Байка История О том Как Видимо Мэтр Попал На Луну Как Спас Вот Этого Хьюстона И Видимо В общем Здесь Первое Задание Нам Нужно Как раз Таки Сопоставить Картинки С Описанием То есть Как Все Произошло И Также Второе Задание Сверху Нам Нужно Определить На Луну Видимо На Ком Он Летел Чтобы Туда Собственно Говоря И попасть Дальше У нас Идет Комикс Второй Дорожные Хулиганы В Радиатор Спрингс Здесь Видимо Опять Как раз Таки С ними Заключается Комикс Но В этот Раз Он Уже С заданиями Здесь Нам Нужно Обвести По точкам И Разукрасить Лизи Также Нам Надо Видимо Узнать Какой Тут Предмет Повторяется На всех Рисунках Определить Что Это Такое Дальше У нас Здесь Вот Такой Лабиринт Где Нужно Помочь Шлангу Добраться До Всех Гонщиков Миров И Точнее До Всей Банды Вонючки И Привести Их К Статуе Стэнли Ну И Также Здесь Нужно Определить Кому Что Собственно Говоря Относится Какая Запчасть Грубо Говоря Ну И На Этом У Нас Комик Заканчивается Вот И Конец Дальше У Нас Идет Игры Третьи Игра Для Тягача Это У Нас В общем Такая Настольная Игра Видимо Тут Как То Надо Всех Тут В общем Как То Надо Двигаться Так Чтобы Видимо Собрать Каких Машинок Видимо Так Ну И Видимо Кто Чего-то Набрал Каких-то Очков Больше Тот Собственно Говоря И Победил Не Совсем Понимаю Что Это За Задание Ну И Дальше У нас Такая Поделка Открытка Раскладушка Получается Здесь У нас Представлен Джефф Горвет Насколько Я Помню Еще Восьмом Выпуске 2012 Года Была Самая Первая Открытка Раскладушка И Там Был Как Раз Такие Снежные Молнии МакКуин Без Спойлера Такой В образе Как раз Таки Радиатор Молнии МакКуина И Здесь Видимо У нас Джефф Горвет Также Мы знаем Что Еще Выходила Такая Открытка С Раулем За рулем И Если Не Ошибаюсь Еще С Франческо Бернули Дальше У нас Идет Игры Четвертые Ярмарка В радиатор Спрингс Здесь Нам Получается Надо Проверить Себя На прочность То есть Попасть Вот в эти Мишени И Заработать Лучше Все таки Золотую Медаль Видимо И Второе Задание Здесь Нам Нужно Найти Банку У которой Нет пары И Таким Образом Мы Определим Что Видимо Пьет Какое Топливо Филмар Ну и Так Понятно Что Видимо 100% Натурально Это И так Было Собственно Понятно Очередная У нас Снизу Реклама Которая Мне не Очень Нравится Дальше У нас Идет Комикс Третий Прятки С секретом Здесь Видимо Как-то Мэтр Каким-то Образом Шпионским Сразу Нашел Всех Абсолютно При помощи Некого Приборчика Ну и Собственно Таким Образом Он и Выиграл Ну и Также У нас Здесь Представлены Ответы И решения Также У нас Фишки И кубик И Конечно Новый Журнал В следующем Выпуске Знакомимся С Тумбером Продажа С 19 Октября И В подарок Всем читателям Коллекционная Машин Карауль За руль Как вы Как вы Видите У меня Вы знаете Этот обзор У меня Есть Был Совсем Недавно На канале Если Что Я могу Ссылочку Оставить В описании Под этим Роликом Ну и Также Здесь У нас Такие Карточки Это у нас японский гонщик под номером 7, как вы знаете его зовут Сюта Дороки, насколько мне известно это у нас третий гонщик, который выходил в журналах тачки, потому что до него, насколько мне известно, выходил Макс Шнель, потом выходил Франческо Бернули и теперь у нас представлен Сюта Дороки. И, собственно, вот так вот у меня открылась вот эта вот упаковка. Это последняя картонка, где выходили еще раз вот эти все персонажи по тачкам 2. Дальше картонки были более-менее нормальные, которые все соглашаются собирать. Так, ну что ж, вот это мусор. И вот такой вот у нас гонщик Сюта Дороки под номером 7. Вот, как вы видите, у него такие вот, получается, коричневые глаза. Здесь у нас получается такой вот на капоте номер 7. Также тут разные иероглифы. Также у него тут справа рисунок японский такой дракон из японской мифологии. Ну и также здесь представлены вот Боро Гран-при, Алиноул, то есть вот это все такое. И дальше у нас вот так вот он у нас выглядит сзади. Здесь у нас получается двойной такой вот спойлер. Ну и, собственно, именно вот так вот у него есть такой вот красный кружочек, который изображается в флаг Японии. И вот у него такие вот диски, получается. И вот так вот он у нас выглядит снизу. Тут ничего у нас не написано, просто Disney, Pixar, Mayden, China. Еще, кстати, насколько я помню, выходил такой в зарубежных странах серебряный Сюта Дороки. Да, он выходил, к сожалению, именно в зарубежных странах, а до России он так и не доехал. Но хотя бы меня радует то, что хоть какой-то Сюта Дороки у меня имеется. Теперь у меня именно пять гонщиков мирового Гран-при. Насколько вы знаете, это у нас Молния Маккуин. Дальше у нас Джефф Горвент, потом Франческо Бернули. Недавно я приобретал Раули за руля. И теперь у нас пятый гонщик такого вот Сюта Дороки. Ну все, ребята. Вот такой вот у меня был обзор на журнал Тачки. Десятый выпуск за 2012 год. И с такой вот офигенной машинкой Сюта Дороки. Ну все, ребята. Это был канал Илья Ауа. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. До скорых встреч, ребята. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!